Заключительный день международного форума ИВЛГа стал для участников самым главным. Проекты, над которыми молодые люди трудились целый год, оценивает компетентное жюри. Студентка Самарского медицинского университета Елизавета Мордвинова разработала диагностический чип, который позволит сделать анализ крови за две минуты. Его смогут выполнять обычные врачи, а не квалифицированные лаборанты. И к тому же это позволит выявлять какие-либо отклонения на более ранних сроках, более ранее, раньше госпитализировать пациентов. Идей у студентов много. В этом году свои проекты предложили полторы тысячи человек. На федеральный этап вышли 380 лучших. Свои проекты на ИВЛГе представили делегации из 26 российских регионов Китая и Франции. Все проекты, которые представлены по науке и инновациям, они в полной мере отвечают развитию приоритетов сегодня. Это материалы ведения, это двигатели строения, это IT-технологии. Ребята, они очень готовы. Доклады очень четкие, очень внятные. И ребята отвечают на вопросы. Это не просто форум, на котором ребята знакомятся друг с другом. Это абсолютно прикладная задача в масштабах государства, которую мы совместно с регионами, с научными центрами, с вузовскими центрами, с государственными, с частными предприятиями решаем на таких площадках. В торжественной церемонии закрытия приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Мы очень рады, что ребятам удается здесь реализовать свои самые смелые и амбициозные проекты. Мы рады, что можем их в этом поддержать. Ну и, конечно, мы очень рады их общению, потому что они общаются между собой, они узнают наши регионы, они знакомятся с нашими друзьями и партнерами из Китая. То есть они получают не просто возможность получить поддержку грантовую на свои проекты, они совершенно смотрят по-другому, на странному, на отношение к своим малородинам. Участие китайцев, китайской делегации для нас, конечно, исключительно важно. Для нас в этой обстановке любое международное мероприятие, которое несет созидательный дух, имеет позитивные результаты – это очень важно. И на Иволке, по-моему, это очень ярко проявляется. На торжественной церемонии закрытия объявили имена авторов лучших проектов этого года. Всего 55 человек. Возможность поехать на космодром Байконур получили 17 студентов. Еще 55 в рамках девяти смен форума и 18 в рамках российско-китайского форума «Волга-Янзы» выиграли денежный приз в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Завершился праздник большим концертом. Свой подарок – руссконародную песню в знак дружбы участникам форума подготовила китайская делегация. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События.